Здравствуйте! Вот 22 июня начинаются пресс-показы 38-го Московского Международного Кинофестиваля ММКФ-38. В 38-й раз проводится этот Московский Международный Кинофестиваль. И вообще-то говоря, вот для людей моего поколения это всегда было огромное событие. Огромное событие, то есть возможность в принципе посмотреть, посмотреть, познакомиться с огромным спектром мирового кинематографа, произведений мирового кино. Сейчас тоже как-то это ушло на второй план, никто уже не знает, никто не ждет этого ММКФ. Раньше это было вот такое событие, ежедневные газеты издавал, вся Москва ее читала, телепрограммы каждый день выходила, все ее смотрели, такая она часовая, может даже полуторачасовая программа с описанием вот этих вот киноновинок, которые там происходят на кинофестивале. А сейчас это ограничивает советской хроникой, красной дорожкой, ну и все. Вот, я аккредитован там, вот получил я аккредитацию, буду посещать пресс-показы, какие-то еще фильмы смотреть, рассказывать о них буду. Прошлый год я уже этим занимался, в этот год я чуть стал более изощренный, чуть более изощренный. То есть я буду их еще иллюстрировать тем иллюстративным материалом, который представляет организатор кинофестиваля. Ну, то есть вот что-то вы еще увидите, типа какой-то визуальный ряд из этих фильмов постараюсь вам показать. И самое главное, что вообще показы начинаются где-то в 9 утра, заканчивается последний сеанс, начинается пол первого ночи. Но обычно я так вот от начала до конца все это стараюсь высиживать, высматривать, посещать пресс-конференции, рассказывать. В интернете есть сайт этого самого ММКФ 2016 года. Там есть расписание пресс-показов, просто есть перечень всех программ, да, то есть вот основной конкурс, конкурс короткометражного кино, конкурс документального кино, всякие спецпоказы, там, да, вот, подобраны каким-то образом фильмы. Вы, кстати, можете с ними познакомиться в интернете, это огромный, там я вот что-то распечатал мелким шрифтом 20 с чем-то страниц только перечень фильмов. Вот, то есть всех фильмов посмотреть невозможно. Если вы что-то, о чем-то захотите особенно узнать, о каких-то именно фильмах, пишите мне вот здесь вот в Ютубе, пишите на ВКонтакте, на Фейсбуке, ну, в общем, везде, где я себе размещаю вот это видео. Вот, ну, я работаю, собственно, для своего удовольствия, в принципе, когда хожу в кино, и вот этот вот рассказ, он помогает мне все это обобщить, уложить в голове. Еще раз повторюсь, что большинство фильмов вы просто, ну, и я просто нигде больше не увижу, в том числе в интернете, несмотря на вот теперешний всепроникающий интернет. Редкие достаточно фильмы, каждый из которых является действительно высоким произведением кинематографа. Я уже не первый раз, вот, первый раз я был на кинофестивале в 73-м году, 1900. Вот, и вообще говоря, этих фильмов больше просто нигде нельзя увидеть. После этого кинофестиваля как-то вот входить просто в кинотеатр, смотреть вот эту рядовую продукцию, что там есть, ну, как-то вот первое время такое вот, такое вот необычное ощущение, вот такой вот разницы уровней, да. Все-таки, как ни крути, кинофестиваль – это событие. Ну, в общем, жду от вас каких-нибудь писем, запросов, и буду стараться работать для вас день за днем, обо всем об этом рассказывать. Ну, желаю вам удачи, пока. Субтитры сделал DimaTorzok